Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги! Мне предоставлена честь предоставить лекцию, посвященную профессору Афанасьеву Борису Адемировичу, с которым многие годы мы вместе работали, и который является основоположником метода трансплантации костного мозга Российской Федерации. Метода, который определил лечение злокачественных и наследственных заболеваний, можно сказать, в XXI веке. Это один из последних слайдов, подготовленных вместе с Борисом Владимировичем, где он попытался проанализировать вехи. Те основные этапы лечения онкогематологических заболеваний, когда в конце 50-х годов появляются первые возможности химиотерапии злокачественных заболеваний, затем уже этап боли химиотерапии. И в последующем, с конца 60-х, начало 70-х годов, это уже была высокодозная химиотерапия саутологичной и трансплантацией аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. Но метод развивался, естественно, что появились какие-то проблемы, какие-то уже положительные и какие-то моменты, которые не удовлетворяли онкологов, гематологов. И в последующем к трансплантации уже присоединялись другие методы лечения. Это таргетная терапия. Ну и, тем не менее, Борис Владимирович особое внимание хотел бы уделить оптимизации гематологической службы, потому что выполнение трансплантации гемопоэтических стволовых клеток – это определенный этап в лечении пациентов, и эта трансплантация не должна быть выполнена рано или поздно, трансплантация должна быть выполнена вовремя. Ну и немножко хотелось бы напомнить о тех событиях, которые предшествовали настоящему периоду. Но надо сказать, что в Советском Союзе первая успешная аллогенная трансплантация у взрослых была выполнена в Москве в 1985 году профессором Барановым Александром Григорьевичем. Ну и, конечно, Чернобыльская авария стимулировала развитие этого метода лечения. В этот момент приезжал профессор Гейл из США, помогая выполнять эти трансплантации. Ну и непосредственно после этой аварии в США были направлены российские специалисты. Это Борис Адимович Афанасьев и Валерий Григорьевич Савченко для изучения уже в деталях этого метода лечения. Они пришли в стажировку в Сиэтле под руководством Нобелевского лауреата Дональда Томаса. И, вернувшись, было открыто отделение трансплантации костного мозга вне онкологии имени профессора Петрова. И далее в Санкт-Петербурге в 1991 году была выполнена первая в Советском Союзе Это была биологенная трансплантация костного мозга у ребенка, страдавшего острым лимфобластным рейкозом в третьем рецидиве. И это явилось основой, успешность выполнения этой трансплантации явилась основой для дальнейшего продвижения этого метода, для создания новых отделений, которые появились в Москве, ну а затем в других центрах Российской Федерации. Но, конечно, сейчас уже мы находимся на другом этапе. Сейчас появилось много новых препаратов, появление которых всегда ставит под сомнение показания к выполнению аллогенной трансплантации гемопедических стволовых клеток. Но надо сказать, что из всех этих препаратов, может быть, только ингибитор житеразинкеназ радикально изменили показания для пациентов с хроническим мелоликозом. Все же остальные препараты являются этапом в лечении онкологических заболеваний. И, несмотря на их появление, отмечается неуклонный рост ежегодный, выполнение аллогенных трансплантаций и, в первую очередь, наиболее сложных трансплантаций от неродственного и гаплоидентичного донора. В Российской Федерации сейчас тоже динамично развивается этот метод. Мы пытаемся производить статистический анализ. К сожалению, клиники разрозненные пока не удается объединить это в единый регистр. Но, как вы видите, и у детей, и у взрослых количество аллогенных и аутологичных трансплантаций возрастает. И вот в 2018 году, мы это знаем, было выполнено более 2000 трансплантаций. Но, несмотря на это, конечно, Российская Федерация отстает в показателях ведущих стран, что требует, конечно, интенсификации внедрения этого метода. В нашей клинике мы выполняем около более 400 трансплантаций в год. Навсего уже выполнено более 4000. И из них это наиболее сложные от неродственного и гаплоидентичного донора. За последние годы, конечно, с появлением новых препаратов, с изучением различных осложнений, аспектов трансплантации, результаты наши улучшились и, ну, надо сказать, что вышли на какой-то стабильный уровень. Показаниями трансплантации являются, в основном, это острые лейкозы, это миелодиспластический синдром, это лимфомы для аллогенной трансплантации, для аутологичной это множественная милома, лимфомы и солидные опухоли. Особенно это развивается у детей при химиочувствительных солидных опухолей. Но основные факторы, которые определяют эффективность аллогенной трансплантации, их можно выделить следующим образом. Это режимы кондиционирования, это выбор донора и источника трансплантата, это профилактика и терапия реакции трансплантат против хозяина, профилактика и терапия инфекционных осложнений, и, конечно же, профилактика и терапия рецидивов, которые возникают после трансплантации. Что же касается режимов кондиционирования, то первоначально в основу режимов кондиционирования был положен принцип абсолютной милоаблативности и максимальной иммуноаблативности режима кондиционирования, то есть подготовки пациента к трансплантации. И в это время были выработаны два принципиальных милоаблативных режима кондиционирования на основе тотального облучения и на основе алкелирующего препарата мусульфана. Эти режимы кондиционирования используются до сих пор, и до сих пор они изучаются. Если в начале, ну, до сих пор они изучаются при различных заболеваниях, и они, конечно же, имеют различную эффективность и имеют различный спектр побочных осложнений. Ну, например, при остром милоаблатном рекозе была выполнена рандомизированная работа, где показано преимущество тотального облучения в режиме кондиционирования. Изучаются милоаблативные режимы, особенно изучаются у детей, поскольку для детей мы должны навсегда иметь в виду долгосрочную выживаемость, максимально длительную. По-прежнему подтверждено, что тотальное облучение более эффективно. во второй ремиссии острого лимфоблазного ликоза основного показания для трансплантации у детей. Но по мере применения милоаблативных режимов кондиционирования стали появляться новые аспекты. И вместо иммуноаблативного компонента вдруг стал обрисовываться аспект, связанные с иммуноаблативным воздействием режима аллогенной трансплантации. И мы видим, что при применении аутотрансплантации где-то в аспектах нет, но вероятность рецидива намного выше, чем когда мы применяем аллогенный трансплантат, и даже внутри аллогенной трансплантации имеют особенности между совместимым родственным и совместимым неродственным донором. И особый этот милоаблативный эффект был замечен у пациентов с хроническим милоликозом, где впервые было показано, что применение немилоаблативных режимов кондиционирования имеет точно такую же эффективность, как применение милоаблативных. Что такое немилоаблативные режимы кондиционирования? Но эти режимы кондиционирования также подразделяются. Мы можем говорить о милоаблативности, но тогда, когда восстановление клеток рецепиента без клеток донора невозможно. Мы можем говорить о режиме кондиционирования со сниженной интенсивностью доз, когда доза керирующих препаратов уменьшена на 30-20%. При этом восстановление собственного кроветворения возможно, но оно замедлено. И до 12 недель при этом возникает риск инфекционных осложнений. И немилоаблативные режимы, когда восстановление собственного кроветворения возможно, после 28 дней. Конечно же, это относительные критерии, но, тем не менее, они работают. И мы, говоря о немилоаблативных режимах кондиционирования со сниженной интенсивностью доза риках, всегда понимаем, о чем идет речь. Ну и в связи с этим, вот предложена такая шкала интенсивности, когда мы видим, что в зависимости от цитотоксического эффекта и иммуноадаптивного... Извините. В зависимости от цитотоксического и иммуноадаптивного эффекта имеются различия. Ну и какие же мы надежды связывали с применением режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью? Конечно, это расширение показаний за счет снижения органотоксичности. Мы, конечно же, связывали, и сейчас это используется широко, что эти режимы возможно применение у пациентов более старшего возраста. Но, к сожалению, мы не увидели снижения риска инфекционных осложнений, снижения риска развития реакции трансплантат против хозяина. И особенно не увидели сопоставимые смело аблативными риском развития рецидива. Но, тем не менее, выбор режима кондиционирования всегда осуществляется на основании особенностей пациента, на основании особенностей заболевания, донора и профилактики реакции трансплантат против хозяина. Тем не менее, несмотря на все эти особенности и несмотря на осторожность при применении немело аблативных, эти режимы активно используются. И мы уже имеем многолетний опыт применения. Мы видим, что в милопластном сном лейкозе эти режимы работают как у взрослых, так и выполняются попытки применения у детей. У детей эти режимы особенно обсуждаются, дискутируются, поскольку риск рецидива очень высокий. Это одна из первых работ, которая выполнена с участием Бориса Владимировича. Применение режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью у детей с крайне высоким риском рецидива, где показана эффективность этих режимов. И в нашей клинике мы имеем уже 20-летний опыт применения режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью. И эти режимы мы показали сопоставимую эффективность с милоаблативными режимами. Как при остром милобластном, так и остром милобластном лейкозе у детей. Несомненно, применение режимов кондиционирования со сниженной интенсивностью у пациентов с милодиспластическим синдромом. Это особенно важно, потому что это группа пациентов, средний возраст которых составляет 60 лет, и развитие побочных эффектов, связанных с лечением, для них особенно актуально. При бластном кризис хронического милоликоза, где ранее считалось, что применение трансплантации в принципе не оправдано, также сейчас применение режимов кондиционирования на основе сниженной интенсивности имеет достаточно высокую эффективность. Но особо нужно подчеркнуть, что эти режимы в принципе возможно применять и при незлокачественных заболеваниях, например, при синдроме Гурлер, где пациенты имеют также много осложнений. Ну и, конечно же, фактором, поделяющим эффективность трансплантации, являются все факторы, связанные с донором, источником трансплантата. В этом аспекте изучались периферические стволовые клетки костный мозг как применило, так и не имело в аблативных режимах. И достаточно четко установлено, что периферические стволовые клетки, снижая риск развития рецидива, но, тем не менее, увеличивают риск монологического компонента, связанный с развитием острой и хронической реакции трансплантации против хозяина, как при режимах кондиционирования мело-аблативных, так и не мело-аблативных. И особо, конечно, внимания уделяется пластической анемии, поскольку ранее показания для этого метода лечения определялись у лиц моложе, у пациентов моложе 40 лет. Но сейчас уже метод развивается, и мы знаем, что даже пациенты старше 40 лет имеют высокую эффективность при применении трансплантации. И вне зависимости от источника костный мозг и периферические клетки, но и также при применении неродственного донора, что ранее тоже считалось проблематичным. Но особо хотелось бы остановиться на донорах. Конечно, внедрение метода началось с родственных доноров совместимых. Далее постепенно стали развиваться регистры, и появился опыт применения неродственных доноров. Ну и по мере этого постепенно внедряется метод трансплантации гаплоидентичного донора. Но необходимо отметить, что для неродственного донора, конечно, имеет значение степень совместимости. Но степень совместимости, она должна быть допустимой. Ну вот, например, если совместимость 10 и 10, то мы знаем, что результаты этой несовместимости практически совместимы, сопоставимы с результатами трансплантации от совместимого неродственного и родственного донора, как у взрослых, так и у детей. И они сопоставимы уже сейчас с трансплантацией от гаплоидентичного донора. Степень несовместимости многократно изучалась, и вот это одна из больших работ, где в исследование включено более 3 тысяч доноров, и где также подтверждено, что степень несовместимости 9 из 10 является приемлемой, но и также изучались, какие же гены наиболее опасны при несовместимости. И вот было установлено, что ДКБ, один мисмевич, он как раз дает хорошие результаты при несовместимости донора и цепиента, а вот в гене С эта несовместимость является опасной. Но и в связи с этим встает вопрос о том, какие же доноры. И были выполнены исследования, где показано, что все-таки, когда неродственные доноры из национальных регистров, то эти результаты трансплантации аллогенные, они лучше, чем от доноров, которые из других регистров, где популяция доноров, она очень гетерогенная. И в связи с этим встает вопрос о создании национального регистра в Российской Федерации, которого пока нет. И инициатором создания этого регистра в течение многих лет выступал Борис Владимирович. При его инициативе создана объединенная база данных, которая насчитывает сейчас более 100 тысяч потенциальных доноров. Из различных баз данных Российской Федерации, это Кировские гематологии, наш институт, московские институты. И надо сказать, что этот регистр активно работает и постепенно в течение многих лет наращивает свою эффективность. И всегда встает вопрос на основе каких методов создавать регистры. И все-таки складывается впечатление, что это должны быть как минимум высокоразрешающие методы типирования. И, конечно же, постепенно, вероятно, они будут замещаться секвенированием нового поколения. Но, тем не менее, проблемы с донорами существуют. И для пациентов Российской Федерации около 30-40% пациентов не имеют совместимого донора. В связи с этим встает вопрос о развитии гаплоидентичной трансплантации, которая имеет очень существенные преимущества. Во-первых, не нужно времени на пользу неродственного донора. В это время может возникнуть рецидив, когда пациент дожидается донора. Но, конечно же, эти доноры всегда мотивированы и безотказно являются донорами. Современные подходы к гаплоидентичной трансплантации различные. Это как с методом диплеции Теклиотекенвива с применением антидемоцитарного глобулина. Это ТСР-альфа-бета-диплеция трансплантата. Но и применение посттрансплантационного циклофосфана после трансплантации с той же целью. Этот метод является очень эффективным. По нашим данным, мы имеем уже 10-летний опыт применения трансплантации от гаплоидентичного донора. Результаты нас, в принципе, удовлетворяют, поскольку это пациенты, имеющие наибольший риск развития рецидива. Но также применение посттрансплантационного циклофосфана изучается при милой и не милой аблативных режимах. При сравнении гаплоидентичной трансплантации. Такое впечатление, что внедрение метода с посттрансплантационным циклофосфаном нивелировало те возможные побочные эффекты. И результаты стали сопоставимы с неродственным донором. Что видим и в нашей клинике. Мы уже давно перешли на профилактику с посттрансплантационным циклофосфаном. Ну и, конечно, при применении гаплодоноров встает тоже много вопросов. Какой же донор лучше? Папа, мама, по возрасту. Но и все-таки такое впечатление, что это должен быть наиболее молодой донор. И выбор встает за донором мужского пола. Но также имеется возможность и выполнение такой редкой трансплантации при наследственных заболеваниях. Когда мы можем до рождения ребенка определить отсутствие заболевания и выбрать донора. Вот такая успешная трансплантация была выполнена в нашей клинике. Таким образом, мы можем констатировать сейчас, что для каждого пациента может быть найден аллогенный донор. И трансплантация может быть выполнена любому пациенту. Но, тем не менее, экспертный совет Европейской ассоциации дискутировал много на эту тему. И пока они констатировали, что все-таки совместимый родственный донор является основополагающим. А все остальное в случае его отсутствия. Но основные наши неудачи связаны с рецидивами после трансплантации. Преодоление этой резистентности возможно различными способами. Сейчас активно внедряются различные таргетные препараты, как для подготовки к трансплантации. Это при хроническом мелолейкозе, например, ингибитор тирозинкиназ. При мелофиброзинге, биттеры, джанк-2, руксалитиник, при лимфомах – это бринтоксимаб, ниволумаб, которые существенно повышают эффективность в последующем выполнении трансплантации. Зеликозов – это моноклональные антитела, среди которых необходимо упомянуть инотозумаб и блинотумумаб. Ну и, конечно, проблема определенная – это лечение рецидивов после трансплантации, среди которых в качестве терапии также могут использоваться новые таргетные препараты и инфузия донорских лимфоцитов, которая была впервые предложена в 1990 году. Чувствительность к этому методу различна, но, тем не менее, недостаточно для ее применения. Применение инфузии донорских лимфоцитов может в какой-то степени быть сопоставима с повторной трансплантацией для лечения рецидива после первой трансплантации. И вот эта работа также выполнена вместе с Борисом Владимировичем Афанасьевым. Ну и также после трансплантации комбинация монотерапии с эпигенетическими препаратами достаточно эффективна. Невозможно не упомянуть картерапию, которая сейчас активно развивается. Но и в связи с этим, в связи с такими возможностями, которые есть, но, конечно же, появляется вопрос, меняются ли показания коллагенной трансплантации в связи с таким большим арсеналом таргетных препаратов. Ну и вот эта схема, над которой очень долго работал Борис Владимирович, он многократно это обсуждал, и он считал, что место аллагенной трансплантации при каких-то показаниях, конечно, будет изменено, но аллагенная трансплантация, безусловно, останется как метод лечения, но будет среди других. Этот метод лечения будет как этапом до иммунотерапии или после иммунотерапии, но вместо аллагенной трансплантации, безусловно, очень важно в лечении злокачественных заболеваний. Ну и в 2018 году за выдающиеся достижения Борис Владимирович был впервые, первым в Восточной Европе награжден премией от имени Европейской ассоциации по трансплантации онкосного мозга за высшие шиклинические достижения. Благодарю за внимание и, конечно же, без поддержки большого коллектива, в нашей клинике этот объем работы не мог бы быть выполненным. Все сотрудники принимали непосредственное участие. Большая благодарность всем.